Приближается день медицинского работника, праздник, который без преувеличения отмечают все, ибо люди на земле делятся только на врачей и пациентов. Представители одной из благороднейших профессий честовали сегодня в Щебоксарах. Известно, что в нашей стране все знают три вещи. Как играть в футбол, как учить и, разумеется, как лечить. Отсюда и наше недовольство современным здравоохранением, вспыхивающее время от времени. Но в день медицинского работника мы забываем все недоразумения и обиды, мы хотим сказать искренние слова благодарности людям в белых халатах. Видит Бог, они этого достойны. Можно сказать, миллиарды рублей мы вложили в медицину для того, чтобы отремонтировать наши клиники, оснастить современным оборудованием, отвечающим бировым стандартам. Это оборудование на сегодняшний день позволяет на ранней стадии выявлять болезнь. Докторам вовремя определить правильный диагноз, а потом уже правильное лечение. И сейчас, действительно, вот это на сегодняшний день позволяет. Но миллиарды, как я говорил еще раз, просто подчеркну, миллиардами, но делает все человек. В данном случае вы медицинские работники. Это они лечили в глухих деревнях трахому, организовывали фтизиатрическую службу, боролись с другими социальными заболеваниями и победили. Это они научились выхаживать крошечных человечков весом в полкилограмма. Это они освоили сложнейшие технологии, чтобы сделать оперативные вмешательства наименее травматичными. Это они помогли тысячам и тысячам пациентов вновь встать на ноги. Это они подарили людям возможность наблюдать за течением жизни. Это они возвращают людям в саму жизнь. Во всех случаях у нас, мы сейчас получили в рамках программы модернизации, два аппарата CellSaver для аутоинфузии собственной крови. Как вы в курсе, если при большой кровопотере кровь изливается в брюшную полость или грудную клетку, и сама же собственная кровь через систему фильтров подается вновь в вену. Вот такая аутоинфузия позволяет проводить операцию с кровопотери, которая может достигать путем обратной аутоинфузии до 30 литров. Тысячи медицинских работников Чувашии работают в больницах и поликлиниках, в медицинских центрах, диспансерах, лабораториях, в школах и детских садах, в социальных центрах, везде, где нужны чуткие руки, светлые головы и постоянная готовность прийти на помощь. И что бы ни случилось, они по-прежнему будут считать свою профессию самой лучшей. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.